Не так давно общественный совет при облгосадминистрации реформировали. В него вошли как старые, так и новые организации, главной целью которых является отстаивание интересов запорожцев. О деятельности некоторых из них далее в нашем сюжете. Документы на вступление в общественный совет при облгосадминистрации подали 88 организаций. Часть из них старожилы совета, часть новички, решившие проявить свою гражданскую позицию после майдановских событий. Большинство активистов неустанно ведут работу по улучшению жизни определенных слоев населения нашего региона. Так, например, всеукраинское объединение ветеранов Чернобыля, включающее в себя несколько общественных организаций, намеренные отстаивать права людей, потерявших здоровье из-за катастрофы на Припяти. Руководитель объединения Владимир Федченко рассказал нам, что на днях представители громады побывали в Киеве, где сначала возле здания Кабмина, затем в администрации президента требовали, чтобы правительство Украины придерживалось закона и обеспечило инвалидам Чернобыля положенные пенсии. В зависимости от категории они должны составлять 6, 8 и 10 тысяч гривен. В свете последних оккупационных событий руководство страны тем более должно задуматься над этим, говорит Владимир Федченко. Например, Крым, в Севастополе, в Симферополе наши чернобыльцы есть, ликвидаторы. И они говорят, да, они действительно начали получать сразу же пенсии по российскому закону. И если переводить на наши, то они выше стали получать. Интересами другой категории населения – больных детей – занимается новый член общественного совета при ОГА – благотворительная организация «Доктор Клоун». Участники организации проводят реабилитацию детей с помощью смехотерапии. Аналогичные сообщества давно существуют в Европе. Перенять их опыт решили и в Запорожье. Терапия смехом. Терапия смехом и арт-терапия – раскрытие в детях творческих способностей. Передеваемся в клоуны и показываем всевозможные номера клоунские, развлечения. То есть мы играем с ними в игры, интеллектуальные игры разные, чтобы они могли развеселиться, вместе объединиться. Своим участием в общественном совете при облгосадминистрации «Доктор Клоун» намерен реализовать различные инициативы, касающиеся помощи детским домам нашей области. Еще один новичок совета – организация психологической направленности «Капля истины». Ее руководитель Евгения Королева-Капля рассказала нам, что общественная организация была создана на волне майдановских событий в марте этого года. Организация наша будет заниматься защитой прав людей, прав громадскости в разных направлениях, потому что истина, она везде необходима, как в семье, в защите человека, в защите прав человека в отношении семьи, так и в защите политических процессов, в защите силовых структур. Добиваться истины планируют и в следующей организации – Обществе изучения и охраны птиц, которая также является членом общественного совета. В приоритете, естественно, права и интересы запорожских пернатых. Организация занимается всем, что связано с дикими птицами. То есть мы изучаем птиц в природе, мы охраняем те редкие виды или обитания именно птиц на территории города. Это в основном остров Хортиса. Так как мы занимаемся и научной деятельностью в том числе, то есть есть предложения, допустим, по созданию территории природно-заповедного фонда, по их расширению. Представители организаций, вошедших в общественный совет, утверждают, что пришли в него не для того, чтобы скептически оценивать действия чиновников и выражать им свое недовольство. Говорят, что критиковать легче всего. Вместо этого советуют всем людям стать терпимыми друг к другу и к представителям власти. Только тогда, как единое целое, мы сможем прийти к результату и сделать жизнь в нашем городе лучше, уверены общественники.